Уже в конце этого года убытки Дагубевской региональной больницы могут составить полтора миллиона евро. Самым большим должником региональной клиники сегодня является государство в лице Министерства здравоохранения. Только в этом году Минздрав не рассчитался с больницей за неотложную медицинскую помощь, оказанную ею более чем 2000 пациентов. И в ближайшее время делать этого не собирается. В чиновники ссылаются на установленные квоты, которые предусматривают оплату лечения только 22 тысяч пациентов ДРБ. В результате региональная больница сегодня оказалась на грани банкротства. В этом году ситуация особенно ухудшила то, что сократилось финансирование туберкулезной программы почти на 700 тысяч евро. В итоге мы посчитывали, что у нас доходная часть в этом году примерно сократилась на более миллиона евро. Это и стало главной темой разговора члена правления ДРБ Рейниса Йокста с министром здравоохранения Гунтасом Белевичем. Было сказано, что в этом году убытки больницы будут составлять полтора миллиона евро. В следующем году, при ситуации, когда мы не получаем никакой финансовой помощи, фактически больница вступает в процесс неплодеспособности. И, конечно, в этой ситуации не будет другого выхода, как сокращать рабочие места. Это министру было заявлено, но, несмотря на эту информацию, мы не получили информацию о том, что будет помощь предоставленной больнице ни в этом году, ни в следующем году. Гунтас Белевич четко дал понять руководителю Дагубовской региональной больницы, что проблемы клиники не являются проблемами министерства. Министерство считает, что финансовые проблемы – это проблема самоправления. Значит, если это проблема самоправления, то просто мне тогда остается вопрос, а сколько социальных программ Дума должна сокращать, сколько планов развития города Дума должна сокращать, чтобы содержать больницы. Получается, что наши горожане – заложники этой политики, которая приводит к таким финансовым результатам. Я думаю, это абсолютно не государственный подход. И эту проблему надо решать именно министерству. Следует отметить, что в настоящее время самоуправление Дагубовской является единственным в Латвии, которое сегодня оплачивает 4 дня пребывания в стационаре ДРБ всем пенсионерам и инвалидам. Если у них нет медицинской страховки, и они не проходят лечение по государственной программе. Также действует и муниципальная программа по выделению различных пособий на здравоохранение. Одним из них является компенсация за оплату пациентских взносов и доплат за операцию. Итак, как и в этом, так и в следующем году из госбюджета Дагубовской региональной больницы будет выделено 18 миллионов евро. А значит, и 2016 год для клиники простым не будет. Вот на такой пестимистической ноте закончилась встреча руководителя ДРБ на высшем уровне. По странному стечению обстоятельств, буквально тут же после встречи господина Йокста с министром на одном из Дагубовских городских порталов появилась информация о том, что руководство больницы планирует уволить 100 сотрудников. При этом автор громкого заявления за комментариями обращается не к руководителю Дагубовской региональной больницы, не к министру, а к депутату Сейма от партии «Согласие» Андрею Элкснишу, который выступает с обвинительной речью в адрес руководителя больницы и самоуправления. Господин депутат комментирует сенсацию, которая на самом деле оказалась ложью. Я хочу сказать, что информация, что я должен был в этой неделе сокращать 100 сотрудников, это все-таки интерпретация того разговора, которого было в министерстве. Потому что та цифра, которую я действительно озвучил, как примерно 100 рабочих мест или сокращение 100 работников, это был теоретический расчет. При ситуации, когда, не получая финансирования, больница не пошла на процесс неотплативоспособности. Что мы думаем делать? Это надо рассмотреть вопрос о сокращении административных расходов, хозяйственных расходов. Мы непосредственно занимаемся сокращением административного аппарата. С 1 октября у нас сокращены три должности директоров. Мы смотрим другие возможности сократить. Что касается лечебного процесса, то мы, конечно, посмотрим, где мы имеем какие-то ресурсы, чтобы оказывать, может быть, помощи с меньшими затратами. Посмотрим, где, может быть, какие у нас дублирующие службы есть. Но я хочу сказать, процесс возможной реализации, которая может быть, он будет абсолютно прозрачный. Мы попытались связаться с главой Минздрава, чтобы он подтвердил или опроверг информацию о том, что господин Йокс сообщил ему о своем намерении провести сокращение сотрудников больницы в количестве 100 человек. Увы, связаться с Гунтесом Белевичем так и не удалось. Мы получили лишь письменный ответ от его советника по связям с общественностью, в котором говорится следующее. В ходе встречи министра с Ренисом Йокстом был заслушан отчет о работе Дагубовской региональной больницы и вопросах финансирования этого медицинского учреждения. Также господин Йокст рассказал о планах провести реорганизацию ДРБ, в рамках которой, возможно, произойдет сокращение числа сотрудников. Вот и вся сенсация. Возвращаясь к теме возможного сокращения числа сотрудников ДРБ, нужно сказать, что подобные новости в нашем городе воспринимаются очень болезненно и мгновенно распространяются. И едкие комментарии Андрея Элксниша, и вырванная в контексте фраза на одном из городских порталов о грядущих сокращениях, заставили очень понервничать многих медицинских работников нашей больницы. В итоге и руководителю больницы, и мэру города пришлось публично опровергать распространенную информацию. И заверять медперсонал в том, что никакие сокращения пока не планируются. Но этот конкретный депутат Сейма, очевидно, очень далек от переживаний простых людей и готов пиариться хоть на чужих слезах, лишь бы стать героем первых полос дружественных к своей персоне изданий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...